Уменьшение светового дня, пасмурная погода, похолодание. Эти явления осенью часто становятся причиной плохого настроения, упадка сил или, как говорят в народе, осенней хандры. Медицинский психолог Валентина Пудовкина рассказывает, жить в таком состоянии не всем нравится, хотя у некоторых в этот период просыпается творческая активность. Не у всех людей наблюдается такое явление, как осенняя хандра. Это зависит от характера, от степени чувствительности человека, от того, насколько он любит порефлексировать, от его активности, от того, какие цели он перед собой ставит, считает ли он, что всегда надо быть активным, или у него какие-то другие внутренние подсознательные цели на эту жизнь. Однако, если человеку некомфортно, падает работоспособность и снижается социальная активность, стоит о себе позаботиться. Регулирование режима дня, сбалансированное питание и физическая нагрузка – путь к хорошему настроению. Можно вообще-то не отключать собственное желание порефлексировать, а понять, что сейчас, где я оказался, почему мне хандриться, почему мне печально. Можно сделать какие-то правильные полезные выводы. Это тоже может прекратить осеннюю хандру. В осенний период у некоторых людей происходит колебание гормонов, в том числе и тех, что напрямую влияют на настроение. Например, гормон счастья серотонин можно повысить, употребляя в пищу сыр, финики, инжир. На хорошее настроение влияет уровень гормонов щитовидной железы. При пониженном уровне гормонов щитовидной железы у наших людей, у наших пациентов, также отмечается снижение настроения, плаксивость, сонливость. У некоторых депрессия достаточно тяжелая. Поэтому в данном случае, если мы видим какие-то признаки пониженного настроения, либо хандры по другому депрессии, то следует посмотреть уровень гормонов щитовидной железы. Если осенняя хандра заметно мешает комфортной жизни, затянулась больше, чем на пару недель и случается с вами ежегодно, лучше обратиться к специалисту. Полина Чулякова, Валерий Майоров, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События.